Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает руководитель клуба-маркетологов Кировской области и один из авторов проекта «Раскрасим город в дымку» Алексей Обжерин. Алексей, добрый день. Добрый, добрый, добрый день. Цитирую ваш фейсбук от 17 февраля. Сегодня в Метрополе, в самом центре сердца Москвы, все жители Вятки получили награду престижной национальной премии «Серебряный лучик». Лучший региональный проект. Спасибо организаторам, экспертам, жюри за доверие, соседи-победители по другим номинациям. Авиакомпания «Победа», «Газпром», Международный аэропорт Платов, Министерство финансов России, Аэрофлот и другие. Вятка, креативный город. Поздравляю всех и так далее. Что за мероприятие? Расскажите. Мероприятие «Серебряный лучник». С чем вы, Кировчан, поздравляете? Да, поздравляю с тем, что многие люди, меня чего удивило, еще в Нижнем Новгороде, когда мы взяли гран-при, вот Вятка, креативный город, это выражение не наше, то есть люди сказали так про нас. Подождите, в Нижнем Новгороде проходила мероприя? Сначала в Нижнем Новгороде проходила, мы взяли там гран-при, и это нам позволило попасть в шорт-лист федерального серебряного лучника. Скажу по-русски, была заруба, нехивая, скажем так, да, то есть два дня в общественном палате Российской Федерации были выступления, прекраснейшие проекты, прекрасные презентации. И, как обычно, вопрос в голове, мама дорогая, что здесь делаю, скажем так, потому что проекты были достаточно сильные. А на что направлен этот конкурс? Конкурс на связи с общественностью. Именно главный посыл здесь, смотрите, такой нюанс оказывается, я даже не знал об этом. Проект оценивается, допустим, вот если у тебя выступление 7 минут, то 1 минута это про проект и 6 минут про связи с общественностью. Как общались, какая задача стояла, что получилось, что не получилось и так далее. Вот и жюри и в Нижнем, и в Москве говорили о том, что часто прекрасные проекты не проходят в финал только потому, что они неправильно, ну, как бы сказать, больше про проекты рассказывают, чем про связи с общественностью. И одна мысль мне, кстати, пришла в голову, что, смотрите, вообще, премия «Серебренный лучник», она же очень престижная достаточно, особенно в кругах пиар-специалистов там и так далее. Вот, и мне мысль пришла в голову, вот буквально позавчера ее озвучил член жюри, тоже вот мы стояли при кофе, он сказал, что надо помогать заявкам, составлять их правильно, потому что они приходят недокрученно и не пробиваются из-за этого. А проекты прекраснейшие, просто сильные очень проекты. И мне подумалось, что это хорошая форма продвижения вот нашего города, города именно в таком поле, достаточно серьезное информационное поле, вот, там, что это журжалисты, пиарщики как раз и находятся. Вот, и, ну, я не знаю, я со сцены «Метрополия» пригласил всех приехать сюда. Кира, да, Кира, продвинули нас. Да, 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 сказал, что мы можем посмеяться над собой, что самая ирония — это одна из черт вятского народа, вот, что вятские парни-хватцыки никого не нравится. Я вижу, что серебряный лучник, я почему-то лучик все время читала. Сейчас лучника увидел, у нас на столе стоит вот эта статуэтка, во второй половине дня будет выложена видеозапись, и вы увидите такая красивая, очень динамичная композиция. Мы как раз с Алексеем обсудили, что Кирову не хватает именно таких бы малых форм, да, в городе, чтобы в будущее были устремлены. Национальная премия в области развития общественных связей. То есть я так понимаю, что это не премия за, ну, просто какой-то проект, который вы сделали, отличились, ну, получили премии, а это проект, который находит отклик среди большого количества, например, горожан, жителей этой местности, вовлекает этих людей в процесс, и он, вот, еще раз, не какой-то частный, решили и все, он имеет круги по воде распространяется, что называется, да, вызывает все новые и новые, изменения к лучшему. Да. Как вы презентовали проект? И как потом, и что потом говорили, кроме того, что вы там крутые, креативные, что потом говорили люди? Ой, я не знаю, столько много людей приходило, подходило, и приглашают опять выступать с этой презентацией дальше. Я, наверное, выложу со дня на день в открытый доступ. У себя на страничке в Фейсбуке или где еще? Скорее всего, у себя. Вот. Ну, я не знаю, смотрите, вот такие фразы звучат, что, вот когда мы получили гран-при в Нижнем, и нас посылали в Москву, зампредседателя жюри встал на сцену и сказал, Алексей, мы посылаем вас, чтобы другие города равнялись на вас. Вятка-креативный город как раз автор этих слов. Я вижу, что людям эта фраза нравится. Вятка-креативный город, да, то есть как бы у нас, причем в каждом городе России, вот Василий Дубяковский об этом тоже часто любит повторять, что в каждом городе России люди недовольны своим городом. То есть им кажется, что, допустим... Дубяковский это... Василий Дубяковский это из Юрюпинска, специалист по брендированию городов. Да, да, да. Он у нас был. В городах был, да. И поэтому он такие вещи, ну, как бы хорошо понимает. И вот я считаю, что вот участие и победа в «Серебряной лучнике» это одна из форм того, чтобы показать, в прежде очередь, нам самим, нам, жителям, что у нас не то чтобы все плохо у нас, наоборот, можно делать очень хорошо. И делать можно сообща, даже несмотря там на единую позицию или на некоторые разногласия, все равно можно двигаться в одном направлении. То есть как бы, да, вектор не друг на друга направлять, а именно вперед. Я хочу рассказать нашим слушателям, что генеральными партнерами этого конкурса является информационное агентство «ТАСС», «РЖД», «Газпром-Медиа», между прочим, среди информационных это «Эхо Москвы», наши партнеры, да, московские НТВ и так далее, «Филантроп», «Росэнергоатом», то есть очень крупные партнеры там. И все-таки мне бы хотелось еще раз там подчеркнуть и спросить у вас, да, по каким критериям оценивался проект? Ну, вообще проект, смотрите, то есть как бы здесь две составляющие, как птица с двумя крыльями. Конечно, сам проект имеет значение тоже, потому что мы не можем любой проект абсолютно взять. И вот мы как во дворе общаемся там с соседями и так далее. Тоже будет коммуникация, скажем так, да. Все равно люди смотрят и масштаб, и уровень отклика общества, вы правильно сказали, то есть какой именно резонанс есть, нет и так далее. Вот, но и второе крыло, они смотрели, смотрят на то, как идет коммуникация с разными слоями людей общества. Власть, бизнес, активисты, противники. Да-да-да, со всеми, то есть как бы. И просто было честно рассказано, это будут все презентации, то есть как велась работа и все. То есть в принципе вот это. Но нельзя сказать, что им не понравился сам проект. Было видно на лицах, просто фотографии у меня эти есть. То есть люди, когда я показал глядский паспорт, там весь зал улыбался, то есть как бы просто это вот первый образец. Что дает эта премия вам, как авторам проекта? Нам, как авторам проекта, дает эта премия то, что, ну, мы не ради награды туда ехали, там, или какого-то признания, нам это не нужно. Дает то, что жители нашего города действительно поймут и поверят то, что Вятка это креативный город, и мы реально можем сами, своими руками снизу двигать все вперед. Вот это важно. Инициатива снизу имеет сейчас, да, в общем, дорогу, по которой идти, и нужно принимать самостоятельные решения. То есть о городу что дает эта премия? Очень много людей, кстати, вот, закончу эту же реплику, очень много людей сказали, что ваш проект силен еще тем, что он идет именно снизу. Вот они прямо вот много раз отмечали в разное время, вот эти люди. Вот сейчас мы получаем эту премию. Что это для города значит? Кроме того, что вы со сцены такого мероприятия всех пригласили в Киев. Вот там такие люди сидели, я не могу, я их всех позвал, короче. Улыбались, смеялись, молодцы. То есть очень по-доброму все встретили. Я вижу, что драйв до сих пор еще у вас такой. Да, да, не отпускаю, нормально, хорошо там, конечно. На поезд или успел, за одну минуту сел уходящий поезд. Вот вы сейчас в эфире, об этом говорите. Вы рассказываете о том, что очень высоких персон сюда пригласили. Кучу креативных людей пригласили, которые там были своими проектами. Нас слушают с вами чиновники сейчас, власти, бизнесмены. Объясните им, что такое проект и такая оценка Кирова через ваш проект нам дает. Ну, смотрите, вот проект это просто ветер в спину. Это топливо, тот поезд, который уже набрал ход, и ему нужно двигаться дальше. Вот это все, это такая поддержка, вот именно энергия, которая нас толкает в спину, двигаться вперед. Но я бы хотел подняться на уровень выше. Мне кажется, что сейчас надо очень многим людям подумать о том, чтобы тоже подаваться на эту премию дальше. Почему? Потому что это хорошая форма продвижения, как проектов людей, которыми они занимаются, разного плана. Потому что это разноплановые проекты, во-первых. Во-вторых, это хорошая точка продвижения нашего города во внешней среде, в российской среде, на федеральном уровне. Но вот это сделали самостоятельно или поддержки, при поддержке властей? Мы сделали самостоятельно. Самостоятельно. Но я что хотел предложить? Я хотел предложить именно помощь личного характера при составлении заявок. Потому что это очень важно. А этот конкурс? Да, чтобы пройти финал. Ну, мне показалось, что я нюансы эти уловил. Я вот, допустим, презентацию после Нижнего Новгорода переделал, чтобы идти на федеральный конкурс. То есть вы поняли, где нужно сделать акценты? Да, потому что мы маркетологи, а там пиар-конкурс получается. Это как два врача. Я прямо вышел в Москву и сказал, что мы как бы врачи разной специализации. Анастезиологи, неврологи. Оба вроде врачи, но занимаются разной работой. Поэтому говорю, что будет интересно посмотреть на профессиональную оценку жюри, правильно ли мы коммуникацию именно выстраиваем. Но это только премия признания или она денежная тоже какая-то премия? Это просто признание общественное. Хорошо. Примеры других проектов хочу у вас попросить. Например, что представила Победа? Победа представила интересный момент. Авиакомпания Победа. Авиакомпания Победа вышла и сказала за 7 минут, что у нас пошла череда скандалов, и мы ничего не стали с этим делать. Все так раз вроде. То есть мы решили, пусть люди через скандалы все поймут. Вот как бы их в двух словах я сказал весь проект. Суть проекта их в этом. То есть получается, что они негатив обернули себе на пользу? Да, они сказали, что мы негатив не стали, его никак развенчивать. А пусть люди просто в курсе будут, как там что правильно все делать. Через негатив люди все поняли. И что получили? Получили первое место. Первое место. Так, а наши соседи, наши соседи, регионы какие-то, которые к нам прилегают, что представляли? Я, слушайте, там сейчас, может, уже не вспомню, сколько там номинаций, 7 или 8 всего. Проектов говорят, что 70 там было всего. Что-нибудь Коми, Удмуртия, что они представляли? Не знаю, Татарстан. Не вспомню, но, допустим, продвижение территории, были еще какие-то проекты, там, «Пора путешествовать по России». Вот Геннадий Шаталов у нас уже был не раз и не два. Вот он толкает именно идею внутреннего туризма, у него получается хорошо, тоже там ряд премий и так далее. Был прекрасный проект «Затопленная святыня Молокского края», там были прекрасные проекты про продвижение, там, многоквартирных домов, как дом не для соседей, а дом для друзей. Ну, интересные вообще абсолютно проекты, там, ну, стоя хотелось аплодировать, люди готовились, прекрасные презентации, прекрасное выступление. Вот, проектов было очень много, ну, сразу про соседей, может, сейчас не вспомню, надо вот посмотреть записи, потому что много проектов прошло за два дня, в голове сейчас небольшая такая кашля. Мы тогда сделаем какой-нибудь разбор полетов на эту тему в нашем эфире, отдельно прям выберем. Сейчас мы прорвемся на полминуты, у меня будет еще один завершающий вопрос по этой теме, но уже после перерыва. Особое мнение на 101FM. Особое мнение Алексея Обжерина, одного из авторов проекта «Раскрасим город в дымку», слушаем мы сейчас, и мы поздравляем Алексея с победой на этапе конкурса «Серебряный лучник». Напоминаю, что минувшее 17 февраля в Москве, в Метрополе была вручена национальная награда, престижная «Серебряный лучник», и вот сейчас такой «Серебряный лучник» у нас здесь на столе в студии нашей радиостанции. Я услышала, Алексей, что вы сказали, что готовы помочь другим креативным гражданам и группам составлять заявки на этот конкурс, потому что я вижу действительно, какой запал и драйв. Вот сейчас у вас после этого конкурса у Алексея была возможность с высокой трибуны, что называется, со сцены пригласить в город Киров, креативный город, как там сказали, массу высокопоставленных людей и просто людей креативных. Это классно. Но Алексей готов помогать составлять такие заявки на этот конкурс. И сказал Алексей в перерыве, что это такая точка роста, очень хороший старт. Точка роста для нашего города нужно обязательно. И проекты это будут очень сильно поддерживать, как «Ветер в спину», и партнеры, и сотрудники, у кого какая задача. И самое главное, что мы будем о своем городе рассказывать на федеральном уровне. Сначала на перевозках, я бы порекомендовал, там легче оттуда потом дальше проходить. И на федеральном. Я считаю, что это хорошая очень такая, ну именно стартная площадка. Особенно, если знаешь нюансы, как правильно, как неправильно составлять заявки, потому что очень много прекрасных заявок, они срезаются на той почве, что не были правильно подготовлены презентации, не было правильно подготовлено выступления, не было правильно подготовлена предварительная заявка. Вот здесь, конечно. Я думаю, что этот опыт надо сейчас использовать для всех, для нас. Это очень хороший, серьезный, авторитетный проект. Уже 21 год они проводят. Ну а что касается судьбы самого проекта «Раскрасим город в дымку», какие планы у вас? У нас программа была рассчитана на 10 лет. 4 года уже прошло. Значит, мы хотели сделать 30 объектов в нужных местах, в уезды город, где вот именно гости города видели. Первая точка контакта была бы не серое промышленное здание, а именно вот именно раскрашенное, красивое, вот эти яркие дома или какие-то другие объекты, если там более подходящие будут. Вот. На сегодня 9 объектов раскрашено. Значит, 21 остался, получается, да, 6 лет. Вот. Меня радует то, что спонсоры идут навстречу. Я прямо отдельную страничку на своей презентации посвятил этому, что спонсоры тоже люди. И приятно смотреть, как директор крупнейшего завода России улыбается, как ребенок, и говорит, что это здорово там. Или директор еще крупной компании говорит, крупнейший в Кирове говорит, Алексей, какие 30 надо? 300 домов раскрасить? Понятно, что 300 мы не будем. Кто такой? Кто такой? Сергей Киселев. Вот. И он, значит, это просто окрыляет и радует то, что люди вот этой энергетикой нас напитывают. Вот. И мы еще сделали вот в презентации в конце хороший ход как в Нижнем, так и в Москве. Мы раскрасили виртуально их дома тоже. То есть в их московский орнамент. То есть Депот, есть фирма такая в России, она номер один по дизайну, достаточно дорогая. Они сделали айдентику Москвы. Мы с ними тоже были в одном из конкурсов осенью, когда получали первое место в национальной премии по территориальному маркингу и бронингу территории. Вот. Они получили там второе место за айдентику Москвы. Они именно взяли орнаменты куполов Василия Блаженного храма и перенесли тоже в кружочки. Мы взяли эти кружочки и покрасили дома на Калининском проспекте. Они не книжки, они там и так уже с экранами, а именно напротив которой дома. Вот они вот, ну такие коробки дома стоят. И люди, конечно, хорошо так тоже оценили. Надо опять же было видеть их лица, как они смотрели на эти финальные слайды. Улыбались. Презентацию выложу, да, там эти слайды будут. Поздравляю еще раз и поздравляю с днем рождения. Спасибо большое. Спасибо. Прекрасный подарок к дню рождения, я считаю. Да, согласен. Мы к нашим новостям, к нашим кировским. Министерство образования по инициативе заместителя председателя правительства Дмитрия Курдюмова объявило голосование за выбор цветового решения фасада авиационного техникума. Произошло это после активного обсуждения, я бы сказала, даже осуждения решения способа реставрации, если можно это назвать реставрации, даже не знаю, как это назвать, горожанами. Публикации в прессе последовали. Вопрос Лены Желовой, главного редактора портала «Свой Кировский» на пресс-конференции Курдюмова. Такие скандальные достаточно были ситуации. Вот я бы попросила вас оценить такое, то есть решения разные, что вы об этом думаете? По поводу, во-первых, самого фасада вы еще, по-моему, не высказывались, а во-вторых, по поводу голосования и того выбора, который был предоставлен горожанам. Ну, здесь вижу, какую ситуацию. С одной стороны, я думаю, люди, конечно, идут на эти шаги. Почему? Потому что они хотят... Ну, здание, насколько я понимаю, авиационная техника, оно штукатуренное. Штукатуренное здание... Ну, как это было в традиции 50-х. Да, и очень сложно содержать. То есть любая штукатурка, вот сейчас не умею делать так, как до революции, или это очень дорого стоит. Любое даже хорошее отремонтированное здание, оно покрывается микротрещинами уже через год. Его сложно сохранить, вот именно, чтобы штукатурка, она не трескалась. Это очень тяжело сделать. Вот, я не знаю, раньше яйца добавляли, что до революции, ну, то есть там... То есть вы считаете, что современные строители не обладают технологиями, позволяющими сохранять штукатурку? Я думаю, что обладают, но стоит это очень дорого, очень дорого. Но вам никто не предоставил этих цифр. Да, и, скорее всего, когда люди хотят закрыть фасад именно плиткой или чем-то еще, я думаю, не преследуют две цели. Во-первых, чтобы штукатурка больше не возиться, раз. И, во-вторых, там еще идут теплоэнергии, ну, эти сберегающие нюансы. Ну, я так понимаю, что они будут просто меньше платить за тепло. Это тоже очень важно содержать всегда... Ну, это то, что нам заявляют власти. Это первое. Ну, что я вот именно как увидел, какой вот, с одной стороны, посыл, мне кажется, вот такой у них был заложен. Но, с другой стороны, мне очень жалко, когда закрываются вот эти вот мозаики и так далее. Это наше наследие, которое закрывает, ну, я бы не как бы не стал. Надо что-то было бы придумать все равно. Может быть, хоть трес как-то ставишь, ну, как-то вот сделать так, чтобы хотя бы его не трогать там и так далее. Ну, вот, надо было бы что-то придумать. Всегда, я не знаю, я как человек, который, ну, у меня иногда получается, ну, или всегда, может быть, даже разруливать сложные какие-то решения, сложные какие-то ситуации. Мне кажется, здесь можно было бы поискать решение, если бы, может, там, торопиться, не торопиться. Понятно, что есть, наверное, нюансы какие-то там по федеральным деньгам, там, что-то еще. Но, мне кажется, это будет ошибкой закрыть фасад. Вот мы даже уже много времени обсуждаем, и вчера, и сегодня даже вот обсуждали, было бы хорошо вернуть барышню на, там, на вятку, например. К гостиницу вятку. Да, да, то есть, как бы, это, я думаю, что более-менее реально. И вот с Еленой Васильевной, если будем встречаться, будем поднимать этот вопрос, да, потому что надо обязательно в том виде ее обратно вернуть. Да, это уже будет не мозаика, пусть это будет уже там пленкой выклина, но, мне кажется, она должна вернуться обратно, потому что это будет... Пленкой? Ну, аркал, есть такие технологии, потому что фасад уже другой, там уже мозаику как сделаешь, и где денег на это не идешь. Умерла, так умерла. Да, поэтому здесь, получается, ну, ее вернуть технически можно, она будет на фасаде, на фасаде, просто исполнена другим образом, да. Не мозаика, а пленка. А за эту мозаику я бы поборолся, потому что еще пока можно что-то делать, да, что-то еще уже, еще строительное леса не повесили, там-то уже вятки все закрыли. Ну, а сам вот выбор, вы же видели голосование, там порядка десятка, если не больше, представлено фотографии с возможной раскладкой этой самой плитки, из керамогранита, в основном она бежевая, с графическим рисунком из синего, коричневого или еще какого-то, это вообще варианты? Ну, если мы говорим о новом каком-то здании, то это норма времени. Кому-то нравится, не нравится, но сейчас строят так дома. Если мы говорим о здании 50-го года, то, конечно, это, ну, как бы шаг назад по расцветке там, по вот этому. То есть, ну... То есть, по сути, это не варианты, это такой отклик на взбудораженное, возмущенное общественное мнение, типа, хотели, вот вам, типа, голосуйте. А голосовать-то есть за что? Это полумера. Все равно, то есть, если бы было время, может быть, его физически нет, я не знаю, то, конечно, бы несколько месяцев еще бы позаниматься, то есть, ну, как бы, с одной стороны, использовать эту федеральную помощь и здание действительно привести в порядок, с другой стороны, может быть, учесть эти нюансы надо бы, наверное, все равно. Даже пусть это керамическая плитка, все равно можно попробовать найти такое ее расположение, которое не вызывает отражения, раз, ну, и все-таки побороться за этот вот кусочек хотя бы фасада. Кусочек фасада, где мозаика сейчас еще сохранилась. Да, потому что у нас ее меньше и меньше в городе становится, там, буквально по пальцам пересчитать. То есть, у нас не больше десятка таких. Ну, а я все-таки напомню еще нашим слушателям, что на сайте правительства вы можете проголосовать за вариант раскладки плитки, если вам это интересно. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение Алексея Обжарина, одного из авторов проекта «Раскрасим город в дымку». Сегодня так буду вас представлять, ну, потому что есть что честовать, слава богу. На прошлой неделе вышли рейтинги РИА по качеству и жизни в регионах. Согласно им, Кировская область находится на 60-м месте. И на 60-м месте мы уже второй год. При этом мы падаем. Есть мнение, так считает, например, Денис Ерохин, депутат от ЛДПР. Он здесь был как раз в особом мнении на прошлой неделе, что мы еще и ДНАТО не достигли, что падение продолжится. Он приводит такие доводы. Они есть у нас на сайте в новости, где Денис Ерохин комментирует. Он говорит, что и оболь населения, и общее благосостояние, и состояние города и прочее. Итак, 60-е место из 85, напоминаю, 85 регионов. Вас это удивляет, возмущает или вообще, может быть, не трогает? Это просто данность, с которой надо работать все равно. Этот труд очень тяжелый, и он должен идти по все фронтам, как и наверху, так и внизу. Комплексная задача, чтобы... Ну, у нас два, на мой взгляд, негативных момента, отрицательных сальдо-баланса, если можно так выразиться. Во-первых, мы зарабатываем меньше, чем тратим. Это первый момент. Это очень плохо. То есть, как бы, и поэтому для меня лично хорошим сигналом явилось то, что, когда я вот читаю новости, что долг Кировской области реструктуризирован, чтобы через 7 лет его не было, я это вижу как позитивный сигнал, что, конечно, когда-то надо все равно обнулять долги. То есть, ну, когда... То есть, долгами начали бороться. Потому что все время жить в долг, это плохо, надо все равно какую-то, ну, динамику, сокращение преследовать. То есть, да, и мне кажется, вот команда нового губернатора, кто бы что ни говорил, если они сделают вот это вот заявленное цель и разгрузить Кировскую область от долгов хотя бы частично, это будет хороший плюс уже в их копилку. Второй момент. Надо обязательно думать о том, чтобы люди, люди не хотели уезжать из сюда. И вот как раз вот мы все вот немножко, каждый на своем месте делаем свой вклад. Кто-то занимается раскрашиванием домов, кто-то занимается реками, кто-то занимается велосипедизацией, кто-то занимается там... Вы сейчас говорите про гражданские проекты. Да, в том числе, потому что если будет в городе движуха, если действительно, я буду считать креативным городом, отсюда меньше людей поедет точно. А власти поддерживают эти гражданские проекты? Вы видите непосредственную заинтересованность, активные действия с помощью реализации этих проектов? Ну, в нашем проекте поддерживают точно, по крайней мере, не мешают, но без них, как бы мы все сделали, они, конечно, поддерживают. Не мешают, это, наверное, ключевое слово. Не мешают это как, ну я всегда знаю, задача минимум, задача максимум. Задача минимум не мешает, но все равно поддерживать это надо. Без поддержки мы бы ничего не сделали, это точно. Тут вообще в нашем проекте вовлечено уже было очень много слов людей, я даже лично многих не знаю. То есть много сотен людей там над одним объектом работают. Но так как процент поддерживающих людей очень большой, куда бы ты ни пришел, как правило, там сторонник получается. То есть в любом кабинете, спонсор ли это или чиновник, ты находишь сторонника. Просто показываешь, рассказываешь, и тебя люди начинают поддерживать просто как лично, как человек. Поэтому специально так вот сильно просить кого-то не надо. То есть просто люди поддерживают и все. Вот поэтому я считаю так, что если бы, допустим, наши городские активисты, они делая свое дело, каждый на своем месте, при этом еще где-то объединяли бы усилия в каком-то смысле, ну, поддерживали хотя бы друг друга энергетически, что ли, да? Ну, то есть вы много делаете, вы много трудитесь, вы поэтому молодцы хотя бы за это, да? То это тоже было бы очень хорошо. То есть если бы власти так говорили? Не-не-не, я сейчас про весь народ говорю все равно. Потому что власть, смотрите, ситуация какая. У них же тоже сложная задача. Вот все с них просить, это очень тяжело. Вот будут почищены дороги, это уже хорошо, мне кажется. То есть ну как бы вот такие вещи. Потому что реально люди, которые работают с чиновниками, мы все равно их с вами видели, это люди, которые там нет личной жизни, да? Они круглосуточно сидят и вынуждены подписывать какие-то большие кипы документов и так далее. Может, это говорит об эффективности, собственно? Ну, вся система в России такая, смотрите. То есть как бы я все жду, когда начнется эта электронная жизнь какая-то. Послушайте, не вся система в России такая. Если мы на 60-м месте из 85-ти, то как минимум 59 регионов лучше нас справляются с этой задачей? Да, возможно. Просто надо смотреть в динамике. А в динамике мы падаем, ухудшается состояние. Это плохо, это плохо. Возможно, падение еще продолжится. Но надо желать вот эту точку, во-первых, остановить процесс, во-вторых, его со скрипом медленно, наверное, возвращать назад. И все равно это должны делать не чиновники, а мы все, включая чиновников. То есть если мы будем ждать от чиновников чего-то, я думаю, это будет деструктивно. Надо именно самим брать в руки, что ты можешь взять и что-то делать. Повлеченный человек, да? Тот, который принимает решения и не ждет, когда кто-то за него что-то делает. Да, это и есть главная сила нашего города. Прервемся сейчас на короткий перерыв. Напоминаю, что это особое мнение Алексея Обжарина. Через полторы минуты снова в этой студии. Особое мнение на 101FM Это да. Продолжается программа «Особое мнение». И сегодня вы слушаете «Особое мнение» Алексея Обжарина, автора проекта «Раскрасим город в дымку» и руководителя клуба маркетологов Кировской области. На прошлой неделе в Киров приезжали эксперты в строительстве и девелопменте на конференцию «Фиапси». Мы эту конференцию анонсировали, и, к сожалению, она не состоялась. Мы не знаем, что произошло с самой конференцией. И я слушателям обещала рассказать, что произошло, почему она сорвалась, потому что мы даже билеты разыгрывали. Но до сих пор не знаю обстоятельств всех. Наша зато радиостанция получила возможность взять интервью у одного из экспертов. Это Вадим Сидоров, он из Краснодара. И он рассказал нам, что год назад при новом главе администрации города сложился стратегический общественный совет по развитию городских территорий. А материал об этом есть на нашем сайте программы «Дневной разворота» 15 февраля. Вот там люди разных специальностей, тоже, как вы говорите, разных слоев, разных направленностей, они объединились в общественный совет при главе, глава сам инициировал, и участвуют прямо в стратегической работе над улучшением жизни в этом городе. Может, и нашему городу не мешало бы, наконец, объединить общественников, бизнесменов, как вы говорите, вовлеченных граждан, вот в такой совет. Мы начали об этом с вами говорить, что хорошо бы, чтобы все поддерживали друг друга, такой синергетический эффект. Как вы думаете? Я считаю, что совет это или некоммерческая организация на развитие города, бренда, как мы тогда пресс Василий Дюльковский обсуждали, это обязательно должно быть. Должен быть какой-то субъект, какая-то организация или совет, чтобы как раз она могла именно толкать все процессы централизованно. И здесь единственный такой момент, сюда должны войти все неравнодушные жители, включая там и активистов, и спонсоров, и власть должна участвовать тоже здесь. Вопрос только заключается в том, что мы можем пойти по одному пути, по пути развития, но он сложный, он дискомфортный. Либо мы можем пойти комфортному, но деструктивному, нулевому. Смотрите, люди, как правило, собираются разные. У всех есть свое мнение, свое понимание, видение вопроса. Так вот, если это превратится как лебедь, рак и щука, каждый тянет и ел на себя, вот как я хочу, так и будет, это будет одна ситуация. Если люди начнут энергию направлять не друг на друга, а даже имея разные точки зрения, все-таки куда-то вверх будут смотреть, и пытаться договариваться между собой, если здравый смысл будет побеждать личное мнение, то есть или там уровень выше будет всем открыт и очевиден, то тогда, конечно, это безусловно, этот либо совет, либо некоммерческая организация по развитию нашего города и края, они бы, учитывая нашу с вами энергию, как говорится, мы могли бы в город свернуть, скажем так. Поэтому любое улучшение жизни – это дело рук самих нас, и надо просто брать ее в свои руки, и действительно, может быть, вот эти разрозненные как-то объекты, проекты для синергетического эффекта соединять в один какой-то орган. Чувствуется, что нужна одна площадка, но мы об этом говорим уже года два, в том числе здесь, в наших эфирах, и пока вот такое площадки единой не складывается. Проблема, скорее всего, во времени, потому что у тех людей, которые, ну, что-то делают, это все равно ведь надо и работу работать, и общественная нагрузка, и семейная жизнь, плюс еще, если взять на себя такую, конечно, роль, это надо, ну, именно находить время, ресурсы. Тут еще объединяющее какое-то место должно быть, потому что вот в Краснодаре этот совет при главе города. Ясно совершенно, что все они работают на развитие города, и все равно глава города — это такой третейский судья, получается, вот как раз, да, то есть совместно ставятся задачи, но решение все равно принимают, потому что это компетенция города, да, всех выслушивают, разрабатывают, там учли общественное мнение, движуху организовали, вот как вы говорите, у нее сейчас на 18-й год тоже очень много конференций таких, но в итоге все понимают, что вот мы должны показать, развернуть, доказать, а решение принимает он. В этом тоже может быть какая-то загвоздка, что у нас нет вот такого начала, которое вы сказали, так, ребята, собираемся под моим началом и работаем вот здесь. Ну, всегда должен быть, в любом деле, должен быть какой-то лидер-фигура, за который пойдут другие люди. Это как бы закон жизни. У вас есть такие фигуры? Да я думаю, конечно, есть. Просто по норкам сидят, надо вытаскивать их наружу. Нет, я сейчас про фигуры типа глав нашего города, региона. Главы города, я не знаю, я позитивно отношусь. Вот я, допустим, уже ходил, когда к Елене Васильевне, я тоже был третий мой визит, скажем так. Ковалевой. Да, к Ковалевой, там, главе города. Я всегда находил понимание, не знаю. То есть, если человек приходит увлеченный, рассказывает и показывает пользу для города. А чем помогла Вамерина Васильевна? Понимание-то это понятно. Ну, во-первых, она, как сказать, она выразила поддержку. Во-вторых, она сказала, что, может быть, Алексей, надо как-то спонсоров за круглый стол один раз хоть посадить. Сказала. Что ты, бедный, по ним ходишь. Ну, сказала, поддержку на словах выразила. Дальше что? Вот, дальше все. У меня контакт запланирован. Сейчас Новый год начался. То есть, все. У нас примерно такая же ситуация. Не, будем двигаться дальше. На словах все поддерживают. Тут ситуация, смотрите, какая. Тут все равно толкать надо, кому-то надо толкать проект, процесс, да. То есть, как бы, в данном случае роль толкателя все равно будет моя. То есть, если я позвоню, у нас будет встреча следующая и так далее. Будем двигаться дальше вперед. Потому что без власти невозможно эти проекты решать. Все равно надо с ними сотрудничать. А если бы ваш проект был, например, внесен в программу развития города на ближайшие оставшиеся 6 лет? Это помогло бы проекту? Это было, конечно, помогло бы. Значительно бы, наверное, ускорило его предложение развития. И Елена Васильевна, она предложила выступить перед депутатами городской думы. Поэтому я считаю, что она не просто так это все... Как долго у нас все все-таки? Долго-недолго. Ну, видите, тут еще время. Я, допустим, вот сами дымкой занимаюсь не с утра до вечера. Потому что у меня есть, ну, работа, опять же, да, то есть, как бы, и другая общественная нагрузка. Вот, поэтому идет, как идет. Но пока что на словах, насколько я понимаю. Хорошо. У нас есть еще время для того, чтобы мы один городской вопрос взяли. И я хочу вас попросить прокомментировать как раз... Ну, что мы возьмем с вами? Герцинку возьмем или деревья? Два вопроса. Герцинку. Нашу любимую герцинку. Нашу любимую герцинку. Некоторое время назад появились сведения, заявления, что в течение ближайших трех лет у герцинской библиотеки не будет денежных средств на закуп необходимой литературы, да. И опять, конечно же, пошла волна, потому что, ну, как же так, герцинка — это такой оплот и символ, да, знания, просвещения, и нет денег на закуп книб. Долго-долго разбирались. Потом Татьяна Мазур объясняла ситуацию министру культуры Кировской области, рассказывала о том, что деньги выделялись, распределялись они просто на другие нужды. Ну, и сейчас вроде заявляют, что это решение было самой библиотеке потратить деньги на более срочные нужды, например, на подписные издания, и не осталось средств на книг. Заметьте, подписные тоже нужны, да, и книги нужны, и эти, но хватило только на подписные. Вот, и мы даже тут думали, может быть, какой-то гражданский проект по этому поводу замутить. Вы с этой ситуацией, насколько я поняла, знакомы. Говорили мне до эфира, что не первый год такая история длится. Денег, правда, в бюджете нету. Откуда им взяться в целом, да, то есть, как бы, денег мало в экономике, вообще, в принципе, мало денег в экономике. Я как предприниматель это тоже вижу и чувствую. Допустим, что зарабатывать больше денег, нужно очень много усилий предпринимать. Вот, а с другой стороны, все равно библиотека, это же, ну, как бы сказать, последнее, что, ну, как книги-то, книги надо все равно поддерживать. И, насколько я понимаю, там все-таки решено вопрос финансирования сейчас, да, на сегодня? Ну, говорят, что деньги вроде как найдут. Найдут, потому что, действительно, объясни, как это будет. Вопиющий случай, библиотека Герца, наше любимое место, я не знаю, там, кто когда-то первый раз придет, там много лет не было, они говорят, что им очень понравилось, как преобразилась Герценка, тут особая атмосфера, особый дух. Мы привозили туда спикеров со всей страны, они просто отмечают атмосферу этого учреждения, как очень такую хорошую, позитивную, яркую. И мы очень рады, что это не просто библиотека, а некий культурный центр, который живет нормальной своей жизнью, и туда люди реально приходят. И там любому возрасту, любому человеку, любому статусу найдется дело по душе. Такое общественное пространство, одно из многих в нашем городе. Ну, я скажу честно, и клуб паркетологов там базируется, там, в Герценке уже, там, второй-третий год, мы любим друг друга, нам очень нравится, стараемся по мере возможности помогать. Вот вместе с этим все равно мы видим, что у Герценки средств не хватает, даже если деньги найдутся на книге, то все равно средств не хватает. Поэтому мы знаем, что часть неравнодушных предпринимателей помогает Герценке. И вот пользуясь случаем, я в эфире скажу, что если у вас есть желание и возможность помочь любимой нашей библиотеке, нашей жемчужине, не побоюсь этого слова, ей 180 лет, она на 14 лет раньше открылась в Третьяковской галерее, если так интересный факт просто сообщить, то, конечно, они будут очень рады любой помощи. Поэтому там деньгами или чем-то еще, может быть, материальным, там, что-то там, не знаю, там надо с ними разговаривать, смотреть. Знаю, что они будут рады любой помощи, даже небольшой. Поэтому призываю. Ну, это ведь история про очень-очень многие культурные учреждения, не только российские или региональные, но и мировые, когда именно меценаты, крупные благотворители, компании поддерживают крупнейшие музеи, крупнейшие библиотеки многих стран. Но есть и другие прецеденты, когда бюджета настолько хватает, что можно бесплатно ходить на выставки крупнейшей галереи. — Согласен, но что такое бюджет? Бюджет — это мы с вами все скинулись, отдали часть водохода, и получился бюджет. И вот этих денег нам не хватает на ту же герцанку. Поэтому из всех нас есть люди, которые говорят, ну, говорят, а давай я еще помогу. Вот я скинулся уже, отдал налоги в бюджет, да, но вижу, что не хватает, давай я еще дам просто напрямую. Вот такие люди всегда были, если будут, всегда во все века. — А как вы считаете, да, как вы считаете, вот осталась у нас буквально одна минута, Алексей, такие ситуации нужно высвечивать, об этом нужно публично все-таки говорить? — Нужно публично. — Или надо так это, ну, не хватает денег, так просто молчим. — Нужно публично говорить, единственное, что надо корректно, все равно же мы должны понимать, что все ветви общества должны, ну, как сказать, относиться к другому с уважением, чтобы тут конфликтной ситуации, чтобы никого не было. — В конце концов, могло бы само министерство сказать, что, ребят, хорошо бы, давайте всем миром, но кто может, если меценаты, то есть проводить вот такую последовательную деятельность по привлечению, да? — Может быть, может быть, не знаю даже, просто я в чиновниках не могу сказать, как им лучше или как что, но в целом считаю, что это была бы хорошая практика. — Но вы со стороны, как гражданин, как считаете? — Ну, я считаю, что меценатов надо приглашать любыми способами, любыми. — Любыми способами. — Спасибо большое, Алексей Обжарин, автор проекта, один из авторов проекта «Раскрасим город Дымку» и руководитель клуба-маркетологов Кировской области. В своем особом мнении у микрофона работала Светлана Занько. Всем доброго дня. — До свидания.